Около сотни непохожих друг на друга работ, которые заранее были присланы участниками, высоко оценили строгие судьи. Ребята отлично справились с поставленной задачей, даже несмотря на сложную тему, которая была предложена организаторами, а именно редакцией Брестской областной газеты «Народная трубуна» и управлением образованием Брестского обл. исполкома. И память сердца Говориц, именно так она звучала. Просуждать на тему войны, судя по ее участникам, подвигов советского народа, юные корреспонденты смогли в зарисовках и эссе. Начинающие фотокоры делали снимки своих бабушек и дедушек, а также ветеранов. Следует отметить, что одна из главных конкурсных задач – использование только газетных жанров, газетной специфики. Этот конкурс, на который сегодня собрали мы деток из разных районов Брестской области, был присвящен 70-ти годию вызволения Беларуси. Мы полечили, что тема памяти войны надзвучай актуальная. И каждое новое поколение, разумея эту тему по-своему, бачить по-своему. И мы не помылились. Выдатные фотоработы, выдатные замалевки и эссе. И журы было довольно складано вызначиться, кому все-таки отдать перемогу. В областном конкурсе юных корреспондентов приняли участие ученики 7-11 классов средней школ Брещены, а также профессионально-технических учреждений. Многие из них просто любители оставить свои мысли и впечатления на бумаге или делать случайные, но удачные снимки. Другие всерьез увлекаются журналистикой, а для получения новых знаний посещают кружки, клубы и всевозможные объединения при учреждениях дополнительного образования. Среди счастливых награжденных юные корреспонденты Алексей Киречко и Филипп Кучур, которые вот уже не первый год ярко заявляют о себе. Я уже второй раз принимаю участие в этом конкурсе и уже дважды становлюсь победителем областного конкурса. Ну, так как с детства меня приучали к похвальным историям деда, дед мой участвовал во второй Великой войне. И для меня это значит гордость за деда. Я писал о том, как партизаны приходили к моей прапрабабушке. Ну, на обед она их приглашала, чтобы они, так сказать, набрали сил и шли воеваться с новыми силами. Решил принять участие, потому что мне было интересно занять какое-то место, интересно было рассказать людям о этом рассказе. В рамках творческого конкурса областной газеты «Народная трибуна» будущих мэтров журналистского мастерства вот уже не первый год встречает лице имени Петра Мироновича Машерова. Следует сказать, что желающих принять участие в нелегком испытании становится все больше. И это не случайно. Ведь юноши и девушки, делающие свои первые шаги, на этом, надо сказать, нелегком журналистском поприще, совершенствуют свои знания. А значит, впереди у них новые успехи и новые награды.